Учитесь глубже смотреть на мир, учитесь искать системные проблемы, понимаете, понимаете, потому что люди, вот с одной женщиной, она очень, как мы только нашла с проспекцией, она влезет в детали, она мне говорит, ну вот он ко мне вот так относится, а я ко мне вот так, что делать? Я говорю, вам надо отвлечься от этих отношений, и он больше работает, да, 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 ну понимаете, он вот, он понимает, вот так. Так. То есть, если ты будешь думать о таких, что он вот так, тебя не будут так сильно волновать, и поэтому всё решится сразу. Потому что твоё чувство, собственно, достроено, стоит там не в том направлении. И поэтому ты страдаешь. Проблема может остаться, но ты не будешь от неё страдать. Вот как решаются все вопросы, понимаете. И если вы победили судьбу свою, значит, тогда, я на самом деле, вы идёте в правильную дорогу. Как ответить, что я в правильную дорогу? Человек побеждает свою судьбу, семью сохраняет, детей сохраняет, жизнь сохраняет. Детель выжил, значит, правильный человек. Почему же тогда, если выжил, почему его в глазах вечный огонь горит? Да потому что он вспоминает друзей, молится за них, думает о них. То есть выжить недостаточно. Любовь остаётся. Вот они выжили. Он свою любовь отдаёт друзьям, приходит на вечный огонь, смотрит на них, вспоминает. Те, кто отдали жизнь, взрывы. Так надо жить. В этом смысл жизни заключается. Если ты живёшь правильно, всё получится. Если живёшь неправильно, начни жить правильно, и всё получится. А если ты видишь, что у тебя всё не получается, значит, ты живёшь неправильно. Примай об этом, не погружайся в мелочи. А что ему такое сказало, что он ушёл? Неважно, что ты сказала. А я такая плохая, неправильная сидела, он ушёл. Не в этой причине. Причина в том, что ты жива неправильно. Чего ты не сказал, всё равно ушёл. Потому что люди, когда живут рядом, они всё больше и больше оставляются для жизни. Если нет очищения, и грязи всё больше в ложную сторону уходит, больные всё больше становятся же вместе, и приходит время, становится невыносимым. Это у всех людей на земле. И думаю, не только что у вас. Поэтому 80% разводов в России, я не знаю, сколько у вас будет в Беларуси. Понимаете? То есть классика жанра почему происходит? Потому что люди живут неправильно. Не те цели ставят в своей жизни. Все заморочились на этом достатке. Мы живём для квартиры, для семьи, для денег. Неправильные цели. Всё разрушается. Богу не нужна такая жизнь. Это значит, что будет всё тяжелее и тяжелее. Будете больше людей, больше ругаться, больше слиться. Нужно чувствовать собственное достоинство. Скриняется просто от самого контакта мужчин и женщин. То же самое касается и детей. Если люди как-то погружаются в своих детей, там полушек, больше кроме как детей думают, не хотят ни о чём. Дети зверей, которые снутся капризными, гордыми, ранеными, больными даже становятся злыми. Оставьте их в покое, дайте им спокойно, что чего вы к ним привязали? То есть идите вместе с ними в рамках. Веды объясняют, как воспитываете, как вы. И раненки тоже. Кто шлёпнет, кто хлопнет, кто шмётнет, кто брянет. Ну, ты иди сейчас. Направьте ребёнка в правильный русло. Просто пускай он будет рядом с вами. Объясняйте ему всё по-доброму. И делайте. Что делаете, пускай он рядом с вами будет. В рамках идёте, возьмите ребёнка. Молитесь Богу дома, пусть сядет рядом, посмотрите. Включайте его в жизнь. Начали готовить, пускай то ещё не гречут. Скажете, только мешает. Неважно, он не учится. Когда чё он учится, он не мешается. Это нормально. Вот это и есть воспитание. Занимите человека добрыми делами. У него чувствуется, собственно, достоинство у ребёнка встанет в нужную позицию. И он начнёт развиваться хорошо сам. Некоторым думают, надо с ребёнком больше играться, возиться, тогда он будет развиваться. Если вы будете больше с ним возиться, он скажет, ещё больше возитесь со мной. И вообще тебя не отпустите. Ни на работу, никуда не пойдёшь. Он так и думает, думает, так и надо, чтобы со мной все возились постоянно. Потом в жизни тоже будет ко всем вниманием, всех приведет к себе. Постоянно. Какой смысл? Надо ребёнка направить в нужный путь. А как это сделать? Так же, как животное дело. И же ребёнок с лошадкой скачет, мучится жизнью. Котёнок с кошкой, игрёнок с тигром. Надо просто включать человека в ребёнка в жизнь. Но если вы очень сильно погружены, у меня и ребёнок, и гига, у меня вундеркинг, он необычный ребёнок у меня. Если вы так начали настраиваться, то он вам устроит кузкину маму. Меня в ребят спросили, а я Геннадьевич, а что такое кузкина мама? Я ни в одной слове не нашёл. Я говорю, когда ты беду узнаете. Я сказал, что... Везде чувство собственного достоинства должно работать правильно. Никогда человек не должен слишком восторгаться, слишком огорчаться. Отношения между мужчиной и женщиной имеют опасную природу. Поэтому с ним надо относиться осторожно, даже на этапе знакомства. В них есть свои правила. Допустим, женщина должна не влюбляться за тех пор, пока не увидит, что кто-то ей сильно интересуется. Она должна потом его проверить, этого человека прежде чем влюбляться. Если влюбилась в кого-то, всё, свидание. Твоим человеком это тоже не будет никогда, потому что ты потерял себя в отношении. Держи своё чувство собственного достоинства в норме. Для того, чтобы привлечь человека. Как только влюбилась в чувство собственного достоинства, потеряла, ты потеряла себя. Всё, ты неинтересный, не красивый. Нужно, чтобы он влюбился. Он будет влюблять себя. И женщина должна быть снисходительна. Она видит, что мужчина влюбился. Ничего страшного. Сейчас скользкий, вонючий пока влюбился. Потом немножко очувствуется, будет мягкий душ. Понимаете? То есть, надо будет влюблять. Вот. И снисходительна относиться к этому. Но именно так вот правило. Он должен доказать, что ему нужна семья. Но если ты как бы мечтаешь о нём, то всё, ничего не получится. Потеряла себя? Распишись в своём поражении. Наш диагноз. Почему? Правильно настроил человека. Всё. А, милый, мне очень грустно было, как не выйти. Я тебе звонил, целый день, и ты сейчас дома не готова. Чё не получится? И вчера мы так же говорили, что если человек встал на неправильный путь жизни, есть три слоя жизни. Есть невежественный слой, когда чувство собственного достоинства говорит. Живи для себя, никто тебе не нужен. Это значит, что невежество живи. А нам даёт последствия. Вот ты так настроился, живи для себя, значит, будешь пить, курить, заниматься теневым бизнесом, ругаться с бизнесом человека. Никакой семьи у тебя не будет, потому что в таком настроении семью создать невозможно. Или будет всё разложиться. Понятно, да? Дальше человек говорит, живу не для себя, а для своей семьи. То же самое, примерно, только по-другому. Люди упахиваются, люди пытаются своей семье помочь, они убиваются, теряют себя, свою жизнь, потом семья разваливаются. Почему? Потому что истощение происходит. Невозможно жить с человеком, который на нулевом заряде находится. И ты тоже на таком же. Люди ругаются, мучают, много расходятся. Неправильно работает, чувствуется, что нужно жить. Жить надо не для себя и не для своей семьи, а для Бога. Правильно живёшь, правильно настроился, всё будет хорошо. Приятно, да? Мужчины и женщины поют не от отношений друг с другом, а от Боги. И бегут к Богу по горам, по высоким скалам, а не друг к другу. И смотрят на Бога, стоя рядом. И это создаёт такую красоту, такая приятная картина, такая чистота, такая настоящая любовь. То есть отношения не соединяются в этом случае, они наоборот наполняют друг друга. Веды говорят, что когда люди так живут, они в следующей жизни будут вместе. Их любовь остаётся рядом, то есть они остаются рядом в следующей жизни. Ничего не менять, потому что Бог друг другу такого чё-то не найдёт. Как это? Ты дошёл до такого развития с Ним, иди дальше. Понимаете, представляете, в этих отношениях нет никакой проблемы, если правильно строить. А если неправильно, может быть, большая проблема. Поэтому изучайте эти вопросы. Как правильно жить? Изучайте эту тему, слушайте свой сердце. Поймите, что совесть это единственный критерий чистого, правилого пути. В большинстве людей нет совести. Это значит, что он не живут неправильно. Если человек чувствует, что он что-то сделал не так, это хорошо. Это как хорошо. Не изыск или не гасить на себе это чувство. Просто люди боятся этого чувства, потому что церковь не знает, что делать. Или человек чувствует, что он больно, неконсистентное чувство. Потому что люди боятся болезнь, думают, не знают, что церковь не делает. Я вам объясняю, что человек должен быть наполненным и правильно направленным. Это всего лишь две вещи, которые я хотел сказать за все времена. Он должен быть наполненным Богом, и правильно направленным в своей жизни. И критерием всему является чистота в сердце, спокойствие и совесть. Чистота и спокойствие, когда ты что-то правильно сделал, и совесть, когда неправильно. Совесть означает боль. Понимаете, вот и все. Вот больше ничего не надо знать. Все, что я бы хотел сказать, все, что это остальное, детали. Самое главное, я бы сказал, наполненность. Вот смотрите, допустим, вы говорите, Олег Геннадь, что-то вот меня муж перестал любить, а я чувствую, что я что-то плохо, если чувствую слабость, какая-то, концентрация, эмоциональность какая-то, как-то вот, все неплохо, думаю, может, серый, уж не надойди внутрь, кто-то может ощущать, какой диагноз? Что не хватает? А? Проблем. Не хватает природы, не хватает. Видите, никто из вас не сказал, хотя я вам говорил сто раз, если слабость, если эмоциональность повышенная, если, ну, как бы, не можешь близким человеком жить, это значит, что чувство собственного достоинства твоего говорит, иди, бегай на улицу, иди, завязку делай, хватит дома сидеть. Понятно или нет? Запомнили? У мужчин, распражительность на жену, тяжело работать, устаю на работе, все надоели, гады, меняют на силу, эксплуатируют, всех поубивал, не хватает природы, иди, на улицу, пробежись. Я здесь не пробежался 17 лет по вашему парку, птичек любил, людей любил, все умывался, слушал лекции наставника, наполнялся. Для чего? Чтобы вам отдавать силу, для того, чтобы все присчастливы, потому что не наполненный пустой человек ему не нужен. Понимаете, нужно наполняться для того, чтобы отдавать, для того, чтобы жизнь была полной счастливой у всех по кругу. Я вас спрашиваю, я вам говорил на первой лекции, посмотрите на меня на третьей. Говорил вам, да? Вы чувствуете разницу сегодняшней лекции и первой, до этого? Спокойнее стало слушать? Как будто не легче читать, так? Или вы так же чувствуете? побольше. Побольше, да? Вот эта энергия от ваших геонозов пришла, понимаете? От ваших геонозов пришла, понимаете? От вашего парка, от вашей речи, от ваших усеев. Путок. Понятно, да? Вот так надо стараться жить, чтобы человек был наполнен. И теперь второй вариант, смотрите, девушка говорит, замуж не могу выйти, парень говорит, не могу жениться, не могу работать над денег, не нравится мне эта работа, никакую, другую хочу. Замуж не могу положить в обществе низкое, денежек не хватает, все чуть-чуть тяжело и плохо. Живое с ними напряжение, ничего не получается. Я вниз, ничего не хватает. Людей не хватает, людей зациклено себе, служи людям, общайся, дружи, дари, помогай. В современном обществе люди не могут как бы создавать, понимаете, сейчас люди, они зациклены все на доме и работе. Не дома общаться, не с ним, дома истощают, работа истощает. Результат все истощенные, замученные и все, понимаете? И вот моя цель, чем я занимаюсь? Я хочу вас вырвать из этих двух стихий, дом и работа. Поэтому мы создаем вот это вот клубы «Благость». Что такое клуб «Благость»? Минск, Борисов, Гродно, Брест есть клубы «Благость». После стольков, после стольков, с книгами будут представлены представители клуба. «Благость». Мне нравится клуба «Благость» хорошо. Вот моя супруга приехала к своей знакомой девушке. Они подружились здесь. У них общие интересы. Они любят заботиться о женщине. И вот она готова мне так не принесли записочку. Давай эту записочку. Она готова как бы заботиться о женщине. она такая интересистичная в этом вопросе. Не нравится заботиться о женщине. Верно то надо просто ей позвонить, написать в позвонив урисов. И она вам с вами будет Светлана Крайкова. Она в ее жанре было много лет уже в атмосфере благости женщины. наполняется любовью, добротой Светлана. Она так написала и добавляет. А где телефончик приедет? В контакте можно потом подойти и от где вы будете здесь стоять. Вот здесь ? Да, да, да. Вот подходите. Светлана с контактом. Светлана дружится со Светланой. Она будет на срок к ней телепические ближания. С вами тоже будут все то есть общайтесь. Спасибо вам. Вы все. Это важно. Почему? Потому что вот эта замкнутость пространства, в которой вы лежу. семья работа, семья работа это проклятие. Черт что, зачем нужны такие сообщества? Храм тоже самое. В храме тоже люди дружат, там общаются, служат. Если вы туда не просто приходите по своим делам, свечку поставила и ушла, когда не будет ничего. Приходите, служение просите, просите общения, просите того, чтобы быть ближе к Богу, понимаете? Что-то отдавать, не просто брать, брать, брать. Вот таких сообществ, как Лугу Благость тоже Светлана то, что делает, это все помогает наполняться. Это нужно для вашей зарядки, для зарядки батарей. Вы в этих сообществах можете заботиться о людях, принимать заботу, отдавать заботу, делать добрые дела. Вот Лугу Благость допустим сходили там накормили бездомных людей, накормили детей в приюте, позаботились о пожилых людей, сделали что-то какое-то еще для администрации города, мусор убрали, и все счастливые радости и настроения и служения. Супер, вот когда рядом с такими людьми хотя бы раз в неделю часик побыл, уже жить вечером, уже пришел домой, не боишься, понимаете, то есть человек заряжается сальной силой, что это ему дает, возможность устроиться на работу, как это происходит. Человек заряженный, давайте сейчас просто смоделируйте картинку. Человек заряженный приходит, на работу устроился. Заряженный, сначала ничего не нужно, он заряженный, он сильный, выпьет. Я работаю сильный. Начальник говорит, а какая специальность, а какая вот, я вот эти не знаю. Ну, хорошо, работать любите, мраможаю, а что такое работы нет? Ну, вот так, а так, а получилось. Я думаю, что я на ней встрою, это же не проблема. Ну, интересно, что это интересно. Второе истощенное человек одинокий приходит. у вас работа есть? Нет, работы нет, все. Даже скрывать не хочешь. Кому такое нужно? А может есть? Я слышу, что у вас есть? Нет, 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 понимаете? Пропала мальвина, небеска мальвина. сбежала мальвина, чужих родилов. Понимаете? Однозначно от такого. Понятно, да? Наполнитесь силой, не будете слабыми в отношении с людьми. Сила в отношении со всеми людьми или человек от начальника сильно зависит. Ну, знаешь, тут, понятно. Именно партнер не любит его, это другая противоположность, выгонит вообще. Как надо относиться к старшему? Радость, уважительность, спокойно, чувствовать собственного достоинства. Значит, это сильный человек. Если ты сильный, то тебя никто унижать не будет. Зачем сильному человеку унижать? Это же опасно. Можно пострадать самым потом. Уловите этот момент, пожалуйста, уловите. Понимаете, диагноз одинаковый. Природа не подает всем. Народ тающий, по-русски сказать. Все страдают от того, что нет силы. Почему? Потому что нет культуры контакта с природой. Вообще культура просто уничтожена телевизором, компьютерными интервью, сериалами различными и так далее. Культура уничтожена контакта с природой. Люди раньше выходили на улицу дышать воздухом, общаться, гармошка паяни. Ну, у кого как, понимаете, кто-то бутылка, а у кого-то безбутылка. Выберем на улицу, глядем на село, дети гуляют и мне весело. Ни про какую бутылку ничего не говорят. весело просто гуляют. Все гуляют, идут, баяк, на улицу, гляну, на улицу, едут одни машины, вообще не весело. Я приехал в Сан-Франциско, выхожу на улицу, говорят, где люди? Говорят, люди в машине, которые меня привезли. Правда, нет людей, вообще я на улицу, никто не ходит. Говорят, бог ты мой, а как же жизнь? Я смотрю, пустота какая. Говорят, вот люди и с вами месяцем жизнь заканчивают, потому что нет общения, нет общения. Это тоже мы, не то, что там, они просто нас опережали. Говорят, на 20. Скоро здесь так же будет. А две машины у каждого легче дает, чем дойти. Понимаете, нет контактов. Ну, понятно, на улицу выйдешь, что там будешь смотреть, там никого нет. Нужно создавать искусственно вот такие, ну, как бы, искусственно, просто создавать такие сообщества, общаться, заружить. Люди так же сидят в соцсетях. Это нормально. Соцсетях это лучше, чем лучше, как бы запах пищи, чем вообще ни запаха, ни пищи. Понимаете? Если без запах, то без пищи вообще бог. Хотя бы что пахло. Соцсетях это запах отношений, без запах общения. Чуть общения пахнет, но общения нет. Общение означает, как бы, человек реально с тобой. Ты же силой должен наполнать с человеком. Добрый не просто сидеть там, ловер, ловер, а чуть-чуть делать вместе хорошего. Чуть-чуть. Это вот и есть правильное решение наполняться с человеком. И теперь третий вариант диагноза. Видите, вы мне ответили ни разу на вопрос, ну, а второе, и третье. Третий вариант. ничего не получается. Не могу победить судьбу. Не могу вернуть мужу, не могу вернуть жену, не могу устроиться на работу, не могу посоветить в институте, не могу найти себя в жизни. Стена какая-то стена. Что делать? Молиться, Богу идти, тебе Бога не хватает. Вот мы говорим о полном. Чувство собственно достоинства покажет тебе. Оно начнет протисать. Вот смотри, допустим, человеку природы не хватает, он такой замученный весь, ему тяжело, больной весь замученный, значит, не хватает природы. Если социальной силы нет, значит, не хватает людей. Если чувствуешь препятствие в жизни какой-то уперся, как бы ничего не можешь сделать, не хватает Бога. Все, усиливай там, на пуску, я не хватает. Но если ты говоришь не некогда, если любви с природой общаться не с Богом, тогда найти себе местечко как бы уже готов местечко подмиться. Готов, потому что скоро куда? На свою маленькую родину. Метр на два. Понятно, да, о чем я говорю? Если вы считаете, что вам на наполнении нет времени, значит, тогда жизни не будет. И когда она прервется, вопрос только времени, навалится посильнее, тогда и прервется. Понятно? А это может в любой момент произойти с любым человеком. Поэтому изучайте, как правильно жить. Старайтесь, развивайтесь. Учитесь наполняться. Вот то же самое те же духовные песни и различные мероприятия полные. Там я читал спектакль, приезжают лапости. Это же супер эмоции расстроятся. Тоже приезжают танцам и танцам. Будет? Будет? Вообще классно. Эти песни духовные, то, что я включаю. Представляете, если вы будете слушать прямо сзади. Представляете, от них такая сила идет, вы просто там вообще ополнили. Оболнили. Приходите, приезжайте, собирайтесь. Некоторые люди, я знаю, приехали из других городов на лекцию. Не хватает. Не хватает. Жажда не хватает. Люди устали от этой жизни и им хочется вот просто контакта, общения. Как свежего кладка, свежего воздуха. Вы понимаете? Не хватает. Это причина, почему люди издалека даже едут. Потому что нужно заряд, этот нужен. И даже когда должна смерть прийти, понимаете, к тебе люди прыгутся на лекцию. Знаете, эта женщина, она не благодетная, она просто там возраст говорили, мне надо, мне надо, мне надо попасть в землю. И далее пришла. И попала в телевидение на атмосферу, в которой 400 человек родился. Это можно только мечтать. Понимаете? Только мечтать в такой момент, когда перед тетя пришла в белую. Это самый приятный ход, который только может. Самый приятный. Это уже стопроцентно праздник это стопроцентно вверх, даже не внести не до сведения. Сто полу до сведения. Понимаете, мои хорошие? Значит, не зря человек не просто так выжил свою жизнь, если его не получил такому не доставку. Я видел такие уходы, что человек уходит под молитву очень праздничных людей с улыбкой на лице, зная свое время ухода. Сто двенадцатин Господь не показал жизни. Один человек уходил из жизни, праздничный человек, и перед задним до его ухода Господь дал ему знак. Он говорит, что мне звонят, дай мне телефон на крометке. Микро звонят. Он говорит, дай телефон. Вы сейчас скажете, что 16 свет смертных. Врачи часто слушают и дальше. Он говорит, дай телефон. Она дает ему телефон, он говорит, да, это вы. Спасибо. Короче, жена забирает телефон, говорит, кто тебе звонил? Она говорит, не звонил, мой неполный учитель. Она говорит, он же ушел из жизни. Да, он ушел из жизни, но я слышал голос. И он мне звонил. Что он тебе сказал? Он сказал, что завтра я возьму тебя к сезе. Готовься. Молись, спать не надо, есть не надо. Классно? Приходит это время. Он так делал, морется. Приходит время. Жена не верит в все это. Думает, что это плюс нас к день. приходит и она подходит к нему говорит, как ты себя чувствуешь? Он такой звонок на нее говорит, слушай, красота вокруг, какая. Она говорит, да какая красота, все сезон как его. красота, посмотрите, какая красота вокруг. Она говорит, да все нормально, какая красота. в окно посмотри, какая красота. Она в окно смотрит на него, а он вот так ушел из жизни. Целый духовную реальность ушел из жизни. Бог ему показал эту реальность раньше, он даже тело оставил. И жене намернул, куда он ушел через это видение. Вот так человек должен прожить свою жизнь. Потому что жизнь это не предназначено для того, что мы здесь делаем. Она предназначена для будущего. Поймите, сегодня один клуб благост пришел ко мне в гостинице общаясь в традиции. Один мужчина мне рассказывал, говорит, Олег Геннадьевич все работает, у меня все меняется, все наладилось, мне много чего сказал. Я говорю, все правильно, но вы не знаете самое главное. Самое главное заключается в том, что благодаря тому, что вы начали это делать, изменилась направленность всей вашей судьбы, вы даже не знаете, что будет с вами в следующей жизни, после того, как вы пошли этим путем, вы даже не догадываетесь об этом, вы убедите как бы все эти вещи, которые происходят с вами здесь и сейчас в этой жизни, не зная, что это просто подтверждение того, что будет дальше, потому что даже это подтверждение для вас уже достаточно, вы думаете, супер, мне больше ничего и не надо, так хорошо стало жить, вы даже не представляете, что будет дальше эта жизнь пролететь, как искра, а дальше будет еще лучше, когда все просто это правильно будет, даже не представляем, какие подарки Господь готовит в будущей жизни, мы даже не представляем, я не хочу вам даже рассказывать, потому что вы все равно не поверите, даже если вы будете пытаться это делать, вы не знаете, насколько может быть чистившие, возвышенные, дольше, красивее, счастливее жизни, это мире, второе жизнь. Есть высшие планеты или есть аут. Для чего их нужно? Чтобы подрезвить человека, не для того, чтобы вечно он его, а для того, чтобы подрезвить его, чтобы он понял, как правильно жить. А высшие планеты нужны для того, чтобы человек продолжал развиваться в лучших условиях. Понимаете, чтобы он имел лучшие условия развития, чтобы его страдания сильно отвлекали, Отправили на пути, не разрушали его жизнь, не ломали и так далее. Поэтому этот мир очень удивительный, он очень бесконечный, он очень глубокий. И если мы его занимаем очень поверхностно и тупо, думаю, что психика человека — это всего лишь комбинация метров и импульсов. Как представляете, есть один ученый, он прямо исследовал. Уход человека, его видал, то есть как в Священном Писании написано, так люди чувствуют, они видят светлые туннели, идут туда, видят, что кто-то их ведет дальше и так далее. То есть я буду это рассказывать, это все объяснено в Священном Писании. У нас будет сниматься, там в законе переплачения будет рассказываться. Входите на онлайн-семинар, стесняйтесь. В пути получать более глубокое образование, потому что там более узкие круги людей, более интересные темы для тех, кто хочет развиваться дальше. И представляете, в этом наручной статье описано, что вот это видение туннеля и все прочее — это просто из-за угасания клеток работы мозга. То есть это все видения идут из коллектива, что надо делать с умацей. То есть нет никакой будущей жизни, нет никакой вечности. Есть просто тело, которое сдохнет, и все. Так зачем тогда все это надо? Понимаете, вот есть разные философские позиции жизни. Вот эта философская позиция атеизма означает. В конечном счете, если человек действительно разумный, понимаете, если он понимает действительно, что мы живем только одну жизнь, и потом как-то ничего не будет вообще, тогда зачем нужны совмести, неправильности? Ты просто теряешь время, и гуляешь здесь. Не нравится все этой женщине, ты же теряешь свое единственное жизнь, так же не в трубах, бросишь ее. Если человек тебе это мешает жить, ну как бы помоги ему подскользнуться с деньгами. Это философия атеизма, она делает такие выводы, потому что цель человеческой жизни — это счастье. Любой человек это понимает. Если жизнь одна, так зачем тогда тратить время на эти все, допустим, совместа, ждать близкого человека, молиться? Зачем все это тогда надо? Пей гуляй или сидись. Они так и делают. Зачем? Потому что они знают, что будет дальше. И это ужасно, мои дорогие, ужасно. Особенно если знаешь. Я видел одну удивительную картинку в своей жизни. Меня погнало, мы ехали в Краснодар, и нас погнало на огромной скорости машины. Я крайне глазом заметил, что человек в восточной внешности, они любят ездить по-моему, стоящий. Вот. Ну, я видел по-настоящему, эта машина. И через километров 15 я вижу, эта машина в тревизне, и этот джидит лежит, как бы, возле машины, готовенький. Просто, понимаете, я не этого хочу рассказать другое. Я посмотрел на это другими глазами. Я настроился и увидел джидита над телом. И, понимаете, он был в шоке. Не от того, что он ушел в жизни. Но это был в шоке от того, что ему осталось в жизни после того, как ушел в жизни. Его философия была неправильна. Он не ожидал. Тело лежит многое, а он лежит. И он смотрит на него сверху. Это то, что я увидел. Человек просто был абсолютно обескуражен. Он не ожидал. Это значит, что вся его жизнь была напрасной, кратой времени. Он жил не для того. Потому что если жизнь сохраняется, остается, значит, надо вкладывать туда. В следующую жизнь, а не в эту. Хотя бы что-то выкладывать. Иначе тогда это бессмыслится. Пройдет немного времени, ты там окажешься, и что ты там будешь делать? Если ты неправильно здесь жил, значит, там будешь расслёбывать всё. Зачем это надо? Вот в этом главное. Почему Бог нас мучает? Почему нас не дает нам жить неправильно? Почему Он разрушает наши семьи? Почему нас делают больными? Почему препятствия станет? Только для одной цели. Только для одной цели. Чтобы мы шли дальше. Чтобы мы расслабили. Чтобы мы не останавливались. Чтобы мы чувствовали что-то не то. Чтобы мы шли правильным путём. Понимаете? Если оценивать человеческую судьбу с позиции Бога и с позиции человека, оценки разные совершенно. Вот, допустим, с позиции человека, человек думает, хочу прожить так, чтобы всё было хорошо. Каждый человек так думает. Хочу, чтобы всё было хорошо. А у Бога другая оценка. Он говорит, в тот момент, когда у тебя было всё плохо и всё тяжело, ты начал слушать лекции, начал молиться. Это и есть самый лучший момент в твоей жизни. А человек думает, самый лучший момент в моей жизни, когда я был на Говаре. Там вообще не было проблем. Горчан, я семья не проснул. Чугачанга, я так улыбую. Чугачанга весело жрёт. Чугачанга песенку поёт. Чудо-остров, чудо-остров, шестанём легко и просто. Ешь кокосы, ешь бананы, Чугачанга. Наше счастье постоянно. Вот таковая, как бы, в самое лучшее время в нашей жизни. Мои хорошие. А Бог, как он, в самое лучшее время в нашей жизни, это было, когда всё было плохо, он молился, побеждал свою судьбу, ходил на лекции. Вот это было самое лучшее время в своей жизни, в его жизни. И в это время он постоянно. Когда же это закончил, Олег Геннадьевич? Когда закончится спокойный период? И Бог в его сердце спрашивает, Олег Геннадьевич, когда закончится у него хороший период? Когда мы опять начнём расслабленно жить, как парасы, как человеческие люди. Вот поэтому Бог и даёт страдания, чтобы мы не расслаблялись. А если человек сам не расслабляется, вот это ещё одна вещь, которую я сегодня хотел сказать. А если человек сам не расслабляется, он сам от себя трудится, он сам молится, от санкций помогает, зачем тогда Богу ему давать плохие периоды? Ну подумайте, зачем? Какой смысл? Это значит, что Бог ему давать будет только победу над судьбой, он давать и будет ему испытание, которое не будет его ломать. Чуть-чуть, чуть-чуть нагрузки, чтобы не расслаблялось. Всё. А плохих периодов, ломок никаких не будет, всё будет хорошо. Это сто процентов так и есть. Я вижу, как живут люди, которые любят Богу. У них другая жизнь совсем. Другие проблемы. Вот это дикого взгляда ужасного, что всё плохо, вот это одиночество, что я просто на людей смотрю, у меня сердце кровью отбивается. Одиноченькая жизнь, всё тяжело, всё плохо, всё непереносимо, невыносимо. Всё. Никто не любит, никто и как лекция, как отдушина из этой жизни, люди текут на лекции, хотят попасть. Но кто вам мешает выйти из этого всего? Но кто вам мешает начать пилить храм, молиться, бегать по природе? Кто вам мешает дружить со всеми? Кто вам мешает бросить мясо, пищу, раскрепляющую сознание? Кто вам мешает перестать увлекаться разговором, разгаром, сверхъемом? Сразу ничего не получится это всё бросить, потому что это тески. Каждый человек находится в тесках своей жизни. но если вы пойдёте этим путём, тески будут расслабевать постепенно и будут разрушены. Я точно так же живу, как вы. Точно так же. Не отходите или нет? Ужасная жизнь, ужасная. Не хочу, говорю, мама, восстанавливает. Я страдал от этого всего. И это помогило, это и есть милость от Бога, понимаете? Потому что уже в детском возрасте я понял, что так нельзя жить, надо идти другим путём. Я помню это в детстве. В 12-ти лет начало пиццу. И по 17-ти годам уже пропасти пошли к себе. Уже реально другая жизнь и всё. Всё в ваших руках. Все, кто из вас считает, что вас жизнь не удалась, всё поменяется полностью, если вы встанете на то, что вы будете.